приветствую друзья я виталий портников немецкая полиция и другие спецслужбы германии провели спецоперацию направленную против так называемого движения рейхсбюргер готовивших как оказалось самый настоящий переворот в германии захват бундестага и похищение местных политиков выглядит это фантастически однако ничего нового в появление рейхсбюргеров в германии нет об этом движении известно достаточно давно его представители вообще не признают существование нынешней федеративной республики германия считая ее территории до сих пор оккупированной западными почему западными союзник а вовсе например не россии рейхсбюргеры считают то что германия имеет свои законные права на границе первой половины двадцатого века и выдают собственные паспорта водительские права проводят ностальгические собрания при этом долгое время грейхсбюргеры вообще считались маргинальной организацией и чуть ли не группой те городских сумасшедших пока в 2017 году один из представителей движения не убил полицейского и затем отстреливаясь от группы полицейских которые пришли для того чтобы его разоружить устроил перестрелку в ходе которой несколько человек было ранено и один из полицейских также умер от полученных ранений впрочем даже тогда пять лет назад наблюдатели считали рейхсбюргеров неорганизованной группой те которая вряд ли может совершить какие-либо серьезные действия но и задавались вопросом о том насколько среди рейхсбюргеров сильно влияние российской федерации учитывая то что одним из самых популярных политиков для представителя этого движения был да 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 президент российской федерации владимир путин и этой популярности не мешал тот факт что россия вместе с западными союзниками воевала с рейхом в годы второй мировой войны и опять таки в отличие от западных союзников получила в результате войны часть территории бывшего рейха нынешнюю калининградскую область российской федерации с центром бывшим кёнигсберге переименованным в калининград но никакие подобные исторические факты не очень сильно волновали рейхсбюргеров которые во всем остальном взволнованы и озабочены истории и вот сейчас оказалось что движение отнюдь не так уж разобщено и не организовано что рейхсбюргером удалось подготовить целый большой план захвата правительственных учреждений сформировать собственное руководство германии после проведения переворота и начать подготовку к осуществлению подобных безумных политических планов причем разумеется среди самых близких соратниц будущего немецкого диктатора была и некая гражданка российской федерации кто бы сомневался тут вопрос даже не в том насколько реально провести в современной германии такой переворот ограниченной группе лиц тут важно что россия вполне может воспользоваться в наше время любой маргинальной организации для того чтобы дестабилизировать ситуацию во враждебных странах а мы прекрасно с вами понимаем что к враждебным российской федерации странам над которыми она хотела бы одержать цивилизационную победу естественно относится и германия и все страны европейского союза и нато и соединенные штаты с канадой это все враги россии и воевать с этими врагами российская федерация владимира путина хочет не только на украинской территории хотя понятно что украина превращена владимира путина в самый настоящий полигон противостояния с западом и каждый удар по украине воспринимается российским президентом и его ошалевшими соратниками как удар по западу но еще и очень важна дестабилизация самого запада и чтобы он не мог помогать бывшим советским республикам и облегчил владимиру путину задачу инкорпорации их территории в состав российской федерации и чтобы запад согласился с представлениями владимира путина о безопасности об особой роли россии в европе роли на которую не могут покушаться соединенные штаты роли которая позволит россии делать на европейском континенте все что ей заблагорассудится поэтому мы с вами можем вспомнить хотя бы тот же миграционный кризис который был инспирирован россии в ходе гражданской войны в сирии и какие большие надежды на дестабилизацию ситуации в ходе этого миграционного кризиса возлагались россии прежде всего когда речь шла о ситуации в федеративной республике мы можем вспомнить о том что когда начиналась война россии против украины москве тоже рассчитывали что миллионы украинских беженцев дестабилизирует европу и такая дестабилизация была важной целью первых российских ракетных ударов по украинской территории да и сейчас когда россия уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру она надеется на то что новые миллионы беженцев с украины все-таки рано или поздно запад добьют и заставит западных политиков встать на колени перед владимиром путиным и мечты о голоде который как говорила российская пропагандистка маргарита симонян всех нас спасет голоде который тоже в свою очередь должен был бы инспирировать масштабный миграционный кризис на западе привести к падению правительстве которых все еще не капитулировали перед владимиром путиным и победоносной российской федерации все это за счет жизни сотен тысяч даже миллионов людей должно было обеспечить путину его банде превалирование в европе и вообще в современном мире все это должно было позволить путину доказать китаю что и он путин не лыком шит и что он будет полноправным союзником торжествующих диктатур но не кризисом единым жив кремль и вот мы видим что помимо кризисов могут применяться и такие инструменты как организация переворотов вспомним с каким энтузиазмом москве относились штурму капитолия это был просто самый настоящий государственный праздник российской федерации в особенности если бы все тогда получилось если бы настоящая дестабилизация действительно произошла но ведь не только соединенные штаты должны быть всей страной где все должно смешаться и которые должны рухнуть в результате российских безумных планов федеративная республика германия тоже такая страна и поэтому не нужно удивляться тому что рейхсбюргеры со всем их сумасшествием и анахроничностью могли тоже стать инструментом в логких руках российской федеральной службы безопасности и службы внешней разведки россии россия будет заниматься дестабилизацией цивилизационного порядка в европе в северной америке на постсоветском пространстве пока не рухнет спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписаны мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты пользуйтесь функцией спонсорства в самом youtube миром